Всем доброе утро! Ну чё ты такая? Ну чё ты такая? Морлыка моя? Морчит так. Ты такая морлыка. Ты такая морлыка. Да? Кисюля моя. Кисюля моя. Красопета. Красопета. Доброе утро, ребята. Набираю воды в чайник, чтобы заварить чай. Я не знаю, Ваня снимал или нет, но он ходил сегодня в больницу. Наконец-таки дождался он визита. И уже сам расскажет что-то как. Так. Что мы сейчас будем делать? Дело в том, что Ваня завтракал, что он рано встал, ему в больницу нужно было идти. Ну вот и я спустя несколько часов приснулась. И буду сейчас делать себе тосты. Не знаю, что-то как-то мы соскучились по тостерному хлебу. Когда мы жили с Ванями родителями, у них есть тостер. И мы довольно часто такие кушали тостерный хлеб. А потом мы как-то его переели, покупали такие большие упаковки хлеба. И он плесневел. То есть он у нас пропадал, потому что ну мы его тупо перестали кушать. И прошло очень много времени, несколько лет. Вот сейчас мы опять на него подсели. И я сейчас себе буду утром, очень, утром очень круто пить чай, делать тосты с маслом и джемом. У нас вот такие вот джемики есть, малиновые, и масло. И чай. И он так вкусно, прям так, прям ням-ням-ням. Ням-ням-ням-нямка вкусная. И хлеб тостерный мы вот берем вот такой вот хлеб бимбо, натуральный, 100% без консервантов и этих красителей. Ага, и в этом хлебе он сделан на безлактозовом молоке. Прикольно, то есть Ване от него точно неплохо. Очень вкусный хлеб, потому что у нас в магазинах огромный выбор. Мы попробовали этот, но он очень понравился. Ване вот тоже тост утром я в тарелке вижу. Короче, у меня на голове, я вчера на ночь помыла волосы, сходила в душ, сегодня проснулась. Ваня приходит с этого в больницу и говорит, боже, мой ребенок проснулся. А я вроде такая вот шевелюра, объемная, вся такая. Ой, кошмар. Я быстренько все это хвостик, дульку какую-то свою за это заделала, потому что сейчас я позавтракаю, надо расчесаться, нужно кладку сделать утюжком и либо же плойка, потому что без нее вообще никак. одновременно мне и чайник закипел, и хлебушек выскочил. Замечательно. Наконец-то принесли Пумину еду. Она у нас бедняга, вчера и сегодня на сметане, потому что у нас нечего едать. Вчера должны были принести посылку, принесли сегодня. Пума, кушать будешь? Я думаю, будет, потому что она голодная. Мяса у нас никакого нет такого, чтобы она ела. Но у нас только курицу есть, и есть так курицу, но дома нет. Ой, Пусть, это тебе посылка. Опа, смотри, Сяня, смотри, какую большую тебе заказали. Это все тебе. Опа, опа, аккуратно. А, мы заказали, Ваня, точнее, заказал еще такие штуки. Это сухое мясо. Так ее подкармливать, знаете, типа снеки такие. Ой, вот еще одна. Фу, слушай, Пусть, тяжелый твой корм. Сейчас я сразу открою и тебя накормлю. Всем привет. Я, кстати, не знаю, ты давно снимала? Да? Да, прилично. Прилично. В общем, я все это время съездил уже к врачу. Не знаю, с чего он начал рассказывать. Съездил к врачу, узнал, что у меня с ногой. В общем, я вам сейчас, я просто до сегодняшнего дня не знал, какой у меня перелом, как он выглядел. Я думал, у меня просто кость была поломана пополам. А оказалось, я сегодня видел свой снимок. Смотрите, как у меня сломана кость. Она у меня сломана вот таким образом была. То есть, у меня сломалась кость вот здесь и отломился вот такой вот кусок кости. И, скорее всего, у меня боли из-за того, что что-то нехорошо срослось. Поэтому завтра меня направили сделать новый снимок, как у меня находится нога на данный момент. Но самый прикол в том, что к врачу я попаду аж 27 ноября. И это врач не специалист в травматологии, ну, с костями со всем связанным. А именно общий врач, мой педиатр. Вот. И она мне потом должна будет отправить к травматологу. И там не знаю, сколько мне придется ждать. В общем, такие вот дела. До этого я сейчас сделал, мне нужно было сделать практику. У меня было времени до часу дня. Я вот как привернулся в 10 часов, у меня было 3 часа, чтобы сделать практику. Я думал, я ее за час сделаю, сдам и забуду. На самом деле мы просидели до 3 часов вдвоем с итальянцем и не смогли доделать ее. И нам еще нужно, вот сейчас я хочу покушать, потому что я безумно голодный. Мы уже не сдадим практику вовремя, поэтому уже сделаем хорошо, чтобы оценку хорошую получить. И помимо этого еще я разговаривал со своим куратором по финальному проекту. Мой куратор находится во Франции, вот мы с ним связывались по скайпу, он мне рассказывал, что мне нужно сделать, выполнить на следующей неделе, какие задания. Вот я сейчас это все записал, буду выполнять к следующей неделе. Ну, как обычно, делаю за один день до того, как нужно это все сдать. я из-за бассы. Ну, проект у меня, кстати, лучше всего идет. И больше нравится. И больше нравится. Это какой-то красный. Ладно, сейчас будем кушать. Кушатый. Мы съездили на улицу, в общем, наконец-таки забрали посылку, это посылка с роутером. В общем, вот эта вот компания ASM по-испански ASM это самая худшая компания по доставке посылок, потому что они не позвонили мне о том, что якобы не хотели принести посылку. Помимо того, они не поставили ни смс, но вообще мне никак не известили о том, что посылку они пытались принести. Во-вторых, они не берут, то есть не отвечают на звонки, я им звонил вчера и сегодня, они не хотели брать трубку. И в-третьих, тот номер, который мне дали, он внутри системы только работает, то есть знаете, когда вам дают отслеживать номер посылки, он обычно его можно через сайт отслеживать, а мне дали номер, через который нельзя отслеживать через сайт. В общем, я сегодня приехал к ним в офис и забрал посылку. Не знаю, почему так произошло, но вот. И мы съездили, мы еще пытались в Лерой Мерлин в который раз забрать наш свет, но вот он мне оказалось. В общем, съездили просто так, но заодно заехали, закупили в Меркадоне продукты. Что там у нас есть? Фрукты, ну, это ягоды, малинка, черника, голубика. Катя у нас тащится по кефиру. Да, у нас в Меркадоне стали продавать кефир, я, короче, наливаю себе кефир, добавляю ложку сахара, чайную или кофейную, все перемешиваю, это очень просто. Да, потом еще Катя планирует сегодня приготовить супчик грибной, мы взяла супной набор, суповой, помидор, вот, ребят, помидорки, знакомьтесь, помидоры. Чего тут не было? А где свет весь? Он нет, он не подключен. Потом замороженные грибочки, у нас еще есть сушеные, так, что у нас еще, еще малинка, курица, и что-то еще, а, и киуи, и все, ну, такие вот, немножко продукты забрали, вот, а еще я хотел вам показать, какой особенностью я обладаю. Да, Ваня составляет меня это делать. Ты должна это сделать. Прислушайтесь, подожди. А в какую сторону? А в любую. Не так, нужно, короче, смотрите, нужно пальцем, вот, видишь, кончик носа, надавить просто. У меня хрустит нос. Я думал, он всех хрустит. А он думал, что у всех хрустит, и пытался... Я пытался Кате хрустнуть, в первом начало давить, а он у нее совсем не хрустит. Я думаю, тю, как интересно. Но я вот один раз хрустнул, хрустнул, а он перестает хрустить. Но потом через время пить можно. А вот у меня крутой нос. Круто? Это вообще гениально, то, что ты умеешь делать, это вообще не странный. Я изуны, и мне можно в книгу рекордов Гиннесса Вот сто процентов. Все. Туда тебе и дорога. В книгу рекордов Гиннесса. Точно. Все, сейчас буду устанавливать рутер и надеюсь, что у нас будет круто работать интернетом и не будет больше проблем. Очень надеюсь. Надеюсь, как там? Надеюсь, я и жди. Не, не, не. Не надо печалиться. С ножом, Гатя. Вся жизнь впереди. Ребят, мы сейчас идем. Идем. Идем в кино. Тут, оказывается, в нашем районе, недалеко от нашего дома есть кинотеатр. Мы о нем знали, просто как-то... Да я что-то до сих пор не могу понять, где он. Как? Ты не поняла о нем? А-а. Ну, я знаю, где этот кинотеатр. Ну, я не поняла. Я его очень давно знаю. Просто... Всегда, когда я думал, идти в кинотеатр, я о нем не вспоминал. Он просто выглядит не как большой кинотеатр, а в доме. Квартира? Да, просто заходишь в квартиру, и я так... Садишься на диван и смотришь их. К себе же. Только при этом плачешь. Деньги. Надя, Сальберт, уже там. Уже там? Все. Что-то я думал прийти в 30 минут, но в 30 минут уже сеанс уже начинается. Да, надо же еще попить эти минуты. Ой, я что-то забыл. Ой! Ох, осталось. Побежали. Побежали. Нам идти до него в 8 минут. Пойдем. В 8 минут будем идти пешком. Та-та-та. Вот, это прогулочка. Ребят, мы делаем экранку. Да. Мы, короче, сейчас будем пиратскую версию записывать. Я хотел сказать Колумбия Пикчер и тут есть. Колумбия Пикчер представляет новейший фильм из новейших Юниверсал Пикчер представляет. Ой-о, ой-о. Что происходит? Что происходит? Ой-о, ой-о. А, боже, я думаю, это начало фильма. Ха-ха-ха. Уйся, мы будем смотреть фильм. Мы телепортировались в машину. Сейчас покажу кинотеатр. Вот здесь вот кинотеатр находится. Вот, видите? Эйкс Макси. Он туда проходишь, и там вот кинотеатр. Это неплохой кинотеатр. Сидения были удобные довольно-таки. А фильм так себе очень похож на «Матрица времени». Мы смотрели «Матрица времени». Да. Очень похожий фильм. Очень. У нас до дома довезут. Нам тут 5 минут идти. Нам идти не 5 минут. Ну, 8. Даже больше. Ух. И, 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 Ребята, мы уже вернулись домой, Катя уснула, она прилегла на диван, короче, и уснула, у нее там бомбка, в общем, я сейчас смонтирую влог, и заберу Катюшу и пойдем спать, потому что время уже практически час ночи, вот, кстати, по поводу роутера, я подключил, Вроде интернет стал работать хорошо, перестало выкидывать, перестали путать микрофризы, то есть зависание, все вроде работает нормально, ну, по крайней мере, сегодня первый день, завтра посмотрим, мне интересно будет, потому что, ну, это ненормально, когда интернет очень плохо работает, это безумно раздражает, вот, и сейчас я веду пароль, вот, и, ребят, на этом все, увидимся с вами завтра, Ну да, увидимся с вами завтра, и всем пока-пока!